Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 17 главе Евангелия от Матфея. 17 глава начинается с рассказа о преображении Господа Иисуса Христа. С рассказа, надо сказать, довольно укороченного. По сравнению с тем, как рассказывают эту историю Лука и Марк, Матфей делает свой рассказ подчеркнуто конспективным, лишая его многих важных деталей. Он говорит о том, что Господь в какой-то момент берет Петра Иоакова и Анна на высокую гору, и когда они поднялись на эту гору, вдруг они увидели Иисуса преображенному, выглядящим по-другому. Как пишут все евангелисты, лице его просияло, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Ну, во-первых, Моисей и Илья – это пророки, которые, согласно традиции Ветхого Завета, согласно фольклорной, отчасти даже традиции, но и библейской тоже, были связаны в своем служении, так или иначе, с приходом Спасителя, с приходом Христа. Потому что Моисей говорил о Христе пророка, как меня воздвигнет вам Господь, а Илья, согласно пророчествам, должен был прийти для того, чтобы приготовить, предварить приход Спасителя. И вот именно Моисей и Илья являются Христом. Кроме того, еще довольно важно, что другие евангелисты сообщают нам, что они беседуют с Иисусом, разговаривают с Иисусом в славе Божьей, которая осеняет эту гору. По традиции принято считать, что это гора Фавор, хотя здесь никаких на это указаний нет. Так вот, Илья и Моисей разговаривают с Иисусом об исходе его, которым ему надлежало совершить в Иерусалиме. То есть, как и в конце предыдущей главы, и как и дальше, разговор идет о страстях, о том, что будет происходить с Господом Иисусом в Иерусалиме, о его смерти и воскресении. Это не просто так отвлеченный разговор о загадочных красотах галактик или о каких-то абстрактных категориях еще. Вот это именно разговор о спасении, о том спасении, которое, согласно пророчествам и Моисея, и Ильи, должно совершиться через креста. И вот Матфей очень коротко говорит о том, что ученики, особенно Петр, конечно же, изумились, не очень осознавая, не очень понимая, что происходит. А время было, согласно традиции толкователей, где-то середина или конец августа, а может быть и начало сентября, и, соответственно, приближался праздник кущей, когда надо было ставить палатки, шалаши и праздновать этот самый праздник кущей. И вот поэтому Петр говорит Иисусу, хорошо нам здесь быть, давай сделаем здесь три палатки, тебе, Моисею и Илье. Эти самые кущи, палатки, именно фигурируют в этой истории, потому что это было по времени, близко к празднику кущей. И вот евангелист сообщает нам о том, что ученики услышали голос с неба, говорящий, «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». С одной стороны фраза очень известная и очень понятная. С другой стороны мы в предыдущей главе видели, как Отец Небесный, а не плоть и кровь, Отец Небесный открыли Петру, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. И вот, собственно, о том же самом разговор, о том же самом этот глаз с неба, Батколь, который дается Петру и его ученикам. «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Может быть, это такой явный и убедительный ответ на исповедание Петра, но, как и в других случаях, это, вероятно, только часть смысла того, что происходит здесь, на этой горе, того, что дает Господь увидеть и услышать ученикам. Чрезвычайно важно, что Господь, голос с неба, вернее, говорит, «это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Понимаете, ведь мы с радостью готовы увидеть благоволение Божье в самых разных практических вещах. скажем, в хорошей погоде, в хорошей зарплате. Фарисеи, кстати, тоже так думали. Мы готовы увидеть благоволение Божье в том, что все нас любят. Ну, и еще в каких-нибудь положительных, приятных моментах. То, что часто бывает отпуск, день рождения не раз в году, как у Чебурашки, а гораздо чаще, прочее, прочее. В общем, в каких-то таких осязаемых вещах, действительно хороших, приятных, полезных, нужных нам, мы готовы увидеть Божье благоволение. Выраженное на практике, выраженное в каких-то вот таких понятных осязаемых нам вещах. Ну, иногда некоторые еще думают, что Божье благоволение хорошо было бы выразить также в освобождении нас от власти греха и так далее. А голос с неба, голос Отца Небесного, говорит, вот, Сын, и мое благоволение к вам, к людям, оно в нем. Не в каких-то частностях, не в каких-то бонусах или положительных аспектах и событиях жизни. Это все правда хорошо и нужно, и милость Божья, за которые надо благодарить, конечно, да. Но так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Благоволение Бога к людям, к этому миру, оно сконцентрировано именно в Иисусе Христе, в том, кто есть возлюбленный Сын Отца. И в каком-то смысле, кроме этого, Богу больше нечего нам дать. Может быть, правильный перевод был бы это Сын Мой возлюбленный, в Котором все мое благоволение к вам. Больше, кроме Иисуса, ничего, на самом деле, нам не нужно и дать нам Богу нечего. Но зато, когда мы исповедуем Иисуса Сыном Божьим, тогда и вся полнота этого благоволения наполняет человеческую жизнь. Ну и, наконец, еще Бог ведь говорит «Его слушайте, его слушайте». Это призыв к ученикам, который, конечно, им очень нужен, очень важен. Им уже страшно, потому что Иисус уже сказал о том, что ему надлежит много пострадать и быть убитым. Уже вокруг шныряют соглядатые этих самых фарисеев, которые подглядывают, что они там соблюдают или не соблюдают для того, чтобы набрать компромат на Иисуса и общину его учеников. В наше время тоже такие подлости нередко совершаются. Они видят, что далеко не все в том, что Иисус говорит и делает, им понятно. Иногда, может быть, они бы не пошли на такой жесткий конфликт с фарисеями и саддукеями. Короче говоря, ученикам трудно и слушаться Иисуса, слышать Его, понимать. Это действительно такой человеческий труд, который требует усилий. И вот это непосредственное обращение Бога к ним, Его слушайте, это действительно для них опора, оперевшись на которую они могут жить дальше и двигаться дальше. И вот когда это видение учеников закончилось, они вместе с Господом сходят с этой горы, снова Господь говорит им, никому не рассказывайте, пока Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Им еще пока трудно про воскресение понять, но все-таки они понимают, по крайней мере, то, что вот это преображение, эти слова Отца Небесного, «Голос с неба» происходит в контексте мессианской истории, в контексте спасения, которое Бог совершает через Христа, а ученики вдруг выяснили, что они не очень понимают, как это должно происходить, и то, как они это представляли себе раньше, с детства вдруг оказалось неадекватным. Поэтому они начинают задавать ему вопросы. Подожди, ну как же так? Вот Сын человеческий воскреснет, пострадает, но вроде как или и должно прийти прежде, потому что существует такое пророчество. Как это понимать? И Господь на это говорит им, что понимать это пророчество следует не буквально. Или уже пришел, и как хотели, так и поступили с ним, и так и Сын человеческий пострадает. И тогда ученики понимают, что Он говорил им об Иоанне Крестителе, который со всей своей проповедью правды Божьей оказался беззащитен перед низостью властителя, и погибает так, что кажется, что почти напрасно, буквально. И это на самом деле очень драматическое событие, которое оставило очень сильный шрам, я бы сказал, в душах всех современников его. И вот, когда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе, как об Илье, которые приготовят путь Сыну Божьему, тогда они начинают понимать, что и о своем страдании Иисус говорит, как о вещи вполне реальной, а не иносказательной. Далее, когда они спустились с горы и пришли к народу, вдруг к Господу приходит некий человек со знаком чрезвычайного почтения, преклоняет перед ним колени, что вообще говоря, не было таким общепринятым жестом, прямо скажем. И вот он в просьбе, склоняя колени, обращается ко Христу, прося о помиловании своего сына, который в полнолуние беснуется, страдает, бросает его дух в огонь и в воду. И вот он говорит Христу, знаешь, я приводил его к ученикам твоим, но они не смогли его исцелить, вот не смогли. Это тот самый человек, который на вопрос Христа, веруешь ли ты, что я могу это сделать, ответит ему, веруя в Господь, помоги моему неверию. Но Матфей не рассказывает об этом, как и в других случаях, его рассказ укороченный, конспективный. Он говорит только о том, что Иисус не скорбит о происходящем, говорит, о рот неверный и развращенный, сколько мне терпеть вас. Ну, дело ведь не в том, что Иисусу надоело, и там его раздражает публика, вся эта, тем более страдающий продросток и его страдающий отец. Нет, конечно, но вот мы вдруг видим, что эти чудеса, которые совершает Иисус, это не что-то такое, что происходит легко, без усилий, походя. Нет, для него это тоже, в общем, некоторый труд. И вдруг буквально эта фраза дает нам возможность лишь чуть-чуть увидеть это. И когда приводят к нему этого подростка, Господь запрещает бесу, бес выходит, вот так исцеляется, собственно, все, весь рассказ о чуде. Действительно, очень важные вещи здесь оказались за кадром. По-видимому, потому что для Матфея это очень важно, не само по себе чудо, одно из, потому что, да, такого рода и не такого рода исцеления и чудес Господь совершает много, и Матфей о них уже рассказывал, об этих самых чудесах, а может быть, для него важнее вторая половина, потому что, вот, Иисусу сказал отец этого подростка, что я приводил его к ученикам, они не смогли исцелить. Другие евангелисты рассказывают, что он говорит Иисусу, ну, если ты что-то сможешь, то сжалься над нами. И вот для Матфея важно, чтобы читатель увидел, как ученики спрашивают Иисуса, а почему мы не могли его исцелить, что не так с нами, с технологией, которую там мы не знаем, что помешало им быть этими самыми исцелителями. И вот на это Господь говорит им по неверию вашему, по неверию вашему. Увы, современные читатели, да и читатели нескольких последних столетий, почему-то относят эти слова Христа к тому, что мы называем верой в Бога, верой в то, что Бог существует. Ну вот совершенно нет. В те времена только безумцы сомневаются в том, что Бог существует, поэтому вера совершенно не означает вот эту вот уверенность в существовании Бога. Нет. Это то, о чем говорилось несколько предыдущих страниц. Си есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Ты, Христос, Сын Бога, живого, вот на этом камне, на этой вере Петра, говорит Господь, я создам церковь мою, вот по неверию, потому что, как кажется, вроде бы уже поднявшись духом до исповедания Иисуса Сыном Божьим, Спасителем мира, они не удерживаются на этом уровне и снова возвращаются, я бы сказал, в какое-то приземленное человеческое состояние по неверию вашему, потому что это все равно Иисус совершает чудеса. И ученики не могут их совершить, они могут только доверить Иисусу и этого подростка, и самих себя, и всю, так сказать, происходящую ситуацию, в его отсутствие эти чудеса просто не могут происходить. И поэтому он говорит, если бы вы хоть немножечко доверяли тому, что это я, спаситель мира, вы могли бы горы переставлять. Ну и заканчивается еще этот разговор коротким замечанием, сей рот изгоняется только молитвой и постом. И надо сказать, что в разных Евангелиях и в разных рукописях Евангелий и фразы это выглядит очень по-разному. Ну, то есть в каких-то случаях пост там фигурирует, а в каких-то случаях не фигурирует. И у исследователей принято считать, что может быть более краткий вариант, сей рот изгоняется только молитвой, он ближе, так сказать, к подлинному. Хотя, как вы понимаете, доказывать здесь, что бы то ни было, чрезвычайно сложно. Важно, что Господь говорит, по крайней мере, о молитве, о прямых отношениях с Богом, о какой-то такой связи действительно с Богом, когда между небом, где пребывает Бог человеческим сердцем, если хотите, протянут телефонный провод или перекинут мост. Господь говорит ведь о молитве, вообще не имея в виду такое фарисейское изобретение, как молитвенное правило. Совершенно речь не об этом. Речь именно о связи с Богом от сердца к сердцу. Именно она, такая связь, нарушается неверием в то, что Христос есть Сын Бога Живого, о Котором здесь же в этой фразе Господь говорит. И снова после этого, уже в Галилее на этот раз, Господь говорит Своим ученикам, Сын человеческий будет предан в руки человеческие, убьют его и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Мы видим, как, в общем, довольно настойчиво, несколько раз, по меньшей мере, трижды, но, может быть, и больше, Господь готовит своих учеников к тому, что будет происходить. Господь предупреждает их, и трудно на самом деле сформулировать, какие задачи при этом Иисус ставят. Может быть, действительно, ему важно, чтобы ученики понимали добровольность его жертвы. Может быть, важно, чтобы они не потеряли надежду в то время, когда он будет под арестом и на кресте, и во гробе. Но факт остается фактом. Господь по-видимому старается сделать так, чтобы его ученики не были шокированными и посторонними наблюдателями событий, чтобы они смогли в какой-то степени пережить то, что будет происходить дальше. Ну и кроме всего этого, в 17 главу, в самый ее конец, попадает удивительная история, которая, по-видимому, была важна для современников Господа Иисуса и для тех первых читателей, для которых собственно Матфей и писал свое Евангелие. Для нас она может быть чуть менее понятна и чуть менее близка. Вот, история о том, как когда Иисус с учениками пришли в Капернаум, то к Петру, ну, может быть, там Петр по случайности оказался на улице, когда Господь уже в дом зашел. Вот к Петру подошли собиратели храмового налога, сборщики дидрахм, это, собственно, подать, которую должны все иудеи платить на храм. Вот они к нему подошли и спросили, учитель ваш не даст ли дидрахмы. Вообще говоря, вопрос слегка странный, потому что, ну, по закону обязаны иудеи содержать храм, обязаны давать на него подать вот эти самые дидрахмы. Чего тут спрашивать? Ну, во-первых, дело в том, что есть несколько течений. В первую очередь, в пустыне за Иорданом это Иссеи и Кумраниты. Ну, и кроме Иссеев и Кумранитов есть еще иудеи Египта, скажем, которых много, и у которых там вообще совершенно свой отдельный культ, копия Иерусалимского храма, отдельный первосвященник, прочее, прочее. Но, в первую очередь, конечно, Иссеи и Кумраниты, которые считают, что Иерусалимский храм осквернен, там больно много ларьков со свечками, ну, или чего там, это у нас ларьки со свечками, а в них были лавки с баранами, невелика разница, что вот там эти самые архиереи Иерусалимского храма думают о своем кармане и вообще не думают о Боге, о том, чтобы учить народ Божий и прочее, прочее. И эти самые сектанты иудейские, Иссеи, и Кумраниты считают, что, ну, когда придет Мессия, Христос, Сын Божий, вот он будет исправлять все связанное с храмом, исправлять культ, исправлять всю, так сказать, обстановку вокруг, они понимают, что все неправильно, что все сплошное вообще кощунство, отвергают сегодняшний Иерусалимский храм, думают, ну вот, придет Мессия, он все исправит. Поэтому вопрос сборщиков Дидрахм выдает то, что Иисус с учениками, возможно, им, этим сборщикам Дидрахм, показались людьми, если не принадлежащими к такого рода течениям, то, по крайней мере, склонными к таким мыслям, так сказать, безвосторженности, трезво относящихся к реальности Иерусалимского храма. Может быть, поэтому эти сборщики Дидрахм говорят, а вот он даст или нет. Если бы они пришли в Кумран, то их бы оттуда вытолкали бы в Заши и сказали бы мы на ваш храм, ничего давать не будем. И вот что-то, видимо, им напомнило подобного рода течение, и поэтому они задают Петру такой вопрос. Кроме того, еще иногда в отдельных местах Евангелия полунамеком буквально выявляются или проглядывают все-таки достаточно неформальные отношения между Иисусом и его учениками и вот этими самыми есейскими пустынными общинами. Может быть, некая, я бы сказал, конспиративная такая связь между ними существовала. Ну, в отношении Анны Крестителя тут и сомневаться не приходится. Он был воспитан, по-видимому, есейми. Но и в отношении общины учеников Христа тоже все не так прямо ясно. Вот, повторяю, задают ему все-таки этот вопрос. Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Что он думает о храме? Считает ли он Иерусалимский храм чем-то важным, настоящим? И Петр говорит, да, конечно, обязательно. Когда они вошли в дом, Петр вошел в дом, Господь задает Петру удивительный вопрос, который тоже нам сегодня покажется чрезвычайно странным. Он говорит, Симон, цари земные с кого берут пошлины, с кого берут подати, с сынов своих или с посторонних? Ну, и Петр говорит, что с посторонних. Заметьте, что мы с вами сегодня во всех без исключения странах мира живем в ситуации, когда наши с вами цари земные берут подати с сынов царства, а не с посторонних. Ну, или считают нас посторонними в своих царствах. В общем, ответ Петра сегодня для нас абсолютно неправильный. Но в те времена, по крайней мере, в теории, в таком более или менее общеупотребительном контексте, да, римские граждане прямых налогов, как правило, не платили, кроме чрезвычайных случаев. И поэтому вот Петр говорит, да, с посторонних. Ну, это, конечно, не так важно для нашего читателя, хотя, без сомнения, поучительно. И вот Господь говорит Петру, значит, сыны свободны, то есть, те, кто принадлежат к царству. Ведь храмы это некоторый тоже образ, икона, если хотите, царство Бога. И вот Господь говорит о себе, как о сыне Божьем, естественно, переспрашивая Петра, значит, сыны свободны. В каком-то смысле нам важно удивиться не тому, что Иисус себя называет сыном Бога и сыном царства, но он говорит и о Петре, и о своих учениках точно так же. Следующий, очень важный момент, на который тоже надо обратить внимание. Господь говорит Петру, но чтобы нам не соблазнить соблазнить их, имеется в виду сборщики, дидрахм, пойди и сделай нечто. Поймай рыбу, там найдешь у нее во рту монету в четыре драхмы, статир, и отдай им за себя и за меня. Чтобы нам не соблазнить их, ну, на поверхности лежащее понимание этой истории в том, что имеется в виду, чтобы они не настучали, или как это надо говорить, чтобы они донос не написали, не донесли. Они же могут сказать, а вот он еще и на храм подать и не платит. И тогда у фарисеев и судыкеев появится еще один аргумент для ареста и преследования Иисуса. Ну, вероятно, да, чтобы нам не соблазнить их, подразумевает этот смысл. Но я склонен думать, что все-таки и большее или, по крайней мере, другое нечто за этими словами Иисуса лежит. Потому что для него вот эти вот сборщики Дидрахм не просто функция, от которой можно отмахнуться или не отмахнуться. Не просто, знаете, форменная одежда или должностная инструкция. Они люди, которых Иисус видит как людей. И для него важно, чтобы они не соблазнились. Для него, в отличие, кстати, от Петра и от многих других в подобных обстоятельствах, для него важно, что будут переживать, думать, чувствовать эти люди. И он не хочет быть для них источником соблазна. Настолько, что даже совершает чудо с этим статиром во рту рыбы. И вот это тоже, на самом деле, очень поучительная для нас вещь, увидеть, как Иисус поступает вот в таких обстоятельствах, в таком контексте. КОНЕЦ